Добрый день, Анатолий Васильевич, сразу хотел по регламенту, если вдруг вопросы задаем, ну точнее, либо министры остаются все до разного, либо вопросы можем задавать внесены. Я отвечу, вчера вы поднимали этот вопрос на фракции, ситуация какая, наша задача тут не допрашивать никого, наша задача принимать решение, и если мы принимаем решение в присутствии министра, в присутствии, значит значения не имеет, значит мы направляем бумагу или его сюда приглашаем и ставим перед ним эти задачи. Поэтому держать, допрашивать, мы, я долго думал над этим вопросом, регламент посмотрел, регламент приглашенных людей не обязывает держать и допрашивать, значит мы держим столько, сколько надо, если возникает при обсуждении других вопросов какие-то замечания, мы их оформляем запросом и отправляем, поэтому надо понимать свою роль, пожалуйста. А для чего у нас тогда дело разное? Это для того, чтобы вы озвучили задачи, и мы их депутатские... Пожалуйста, все, далее... Ограничений нет, Александр Борисович, давайте, ради бога, да, только правильно их... А честно же, вчера мы с вами на комитете обсуждали, сейчас тоже хотел прояснить, куда вы сегодня в своем учете по бюджету 2019 год многое сказали за строительство именно социального значения, которое строится, начали строиться в 2019 году. Ну, это и детская поликлиника, и школы, да, что в Троицком, Малых Гербетах, ну и многие социально другие направленные объекты. Но это же бюджет 2019 года, который мы принимали в 2018 году, да, соответственно, поезды все это составлялось в 2018, а то возможно в 2017 году. То бишь, хотел прояснить, да, там вот у нас произошла смена власти в прошлом году, да, это же как-то влияет, не влияет на то, что эти объекты начали строиться и строятся. Вот в этой части, да, это первый вопрос. Ну, на самом деле, я-то понимаю, что это никак не повлияло, потому что это нацпроект, правильно же? Ну, это к тому, чтобы потом не выдавалось, что это непосредственное достижение там муниципалитетов нынешних или еще что-то. Это системная коллективная работа, на самом деле. Далее, второй вопрос, можно сразу вопросы задам, да? Вопросы задавай, а потом... Далее, вопрос, нашумевший вопрос, с начала этого года, в ИСМИ, везде, да, вопрос по премии. Вчера также мы с вами обсуждали на комитете, но ответа я так и не получил, да? По распределению вопроса этих премий, на самом деле, это интересовала и общественность, да, там я, насколько знаю, там, по-моему, в прокуратуру обращались по данному вопросу, но пока ответа нет. Ну, я не из зависти, грубо говоря, чтобы все понимали, а я, наоборот, хочу порадоваться, да, это официальные, целевые, ну, для всех, да, для понимания, целевые деньги, непосредственно, которые могут распределяться только исключительно на премии. Распределилось между министерствами, да, слегка озвучиваю, Минсоц, 1,468,000, это все из бюджета взятое, ну, в котором мы сейчас это заслушаем. Минкуль, 564,000, Минобер, у которого в прошлом году был бюджет 4 миллиарда, на секундочку, 1,132,000, Минприроды, 6,232,000, Минцифры, которая создалась в конце 2018 года, да, 4,877,000 премий, Минэк, 1,242,000, Минэк, который привел с учетом 2018-2019 года сюда, на территорию Калмыкии, довольно-таки крупных инвесторов, которые дают уже отчисления в консолидированном бюджете, 1,242,000, Минфин, ну, который вы, собственно, возглавляете, 1,893,000, Минспорта, 538,000, Минздрав, 1,050,000. Просто я хочу порадоваться откровенно за коллег, да, по Минприроде, по Минцифре, да, да, ну, вы объясните, каким образом, какие KPI, каким образом было распределение. Мне не надо говорить, что опубликованы справки о доходах, мне не интересуют доходы сотрудников. Мне интересно, я думаю, многим коллегам, депутатам, это тоже интересно, и эти вопросы уже поднимались, да, потому что уже, даже вот мне, мои друзья, говорят, что, да, вы эти премии депутаты получили тоже, поэтому вы вопросы не задаете. Почему устроили тайный ответ, а вокруг... ЛПХ-шников, честность и чистоты, а здесь вроде, ну, наоборот, такие честные, такой прозрачный вопрос, а устроили тайну века. Можете ответить? Хорошо, спасибо. Пожалуйста. Начну с первого вопроса, который вы можете. Начну с первого вопроса, в честь национального проекта. Вы знаете, что национальные проекты, их реализация идет в рамках соответствия, или в рамках реализации президентского указа за номером 204, который был подписан 7 мая 2017 года. В рамках решения тех задач, которые были отражены в этом указе, соответственно, были приняты национальные проекты в конце 2018 года со сроками реализации 19-24. Соответственно, в 2019 году началась, в этом году продолжается, эта история, она будет там завершаться в 2024 году. В части второго вопроса, я отвечу, как бы, выплаты эти финансирования осуществляют за счет иного межбюджета и федерального бюджета. В рамках полномочий Минфин довел до каждого министерства расходные расписания, довел финансированные лицевые счета и было дальше доведено, распределе на карточки сотрудникам. Если по своему министерству брать, то сумма, которая сейчас озвучена, была коллегиально в министерстве, в аппарате министерства, подчеркиваю, в аппарате, распределена на основании комиссии, решения комиссии, протокола этой комиссии, порядка, который был принят внутри министерства. И все эти дела, решения были подписаны в приказах, утверждены приказами министра. Можете опубликовать это, непосредственно распределение, почему, Антон Васильевич, я не получил ответ на вопрос. Я понимаю, ну, знаешь, вот выступатель, скажи, Аслан Борисович, мы же не можем все время задавать вопросы один человек. Значит, вы задали два вопроса, все, ответите. Не, ну, я не получил ответ, Антон Васильевич. Не получите ответ. Вы можете опубликовать непосредственно... Вы без ведома, иначе я вас лишу слова до конца сессии. Вы без ведома председателя, не имеете права говорить. Вы что здесь устраиваете, полагаю? Аслан Васильевич, позвольте. Да, пожалуйста. Ну, смотрите, здесь две составляющие, замечу. Во-первых, те вопросы, которые я сейчас слышу, то, что задал Арслан Александрович и Арслан Борисович в том числе, я имею в виду оба депутата. Посмотрите, коллеги, то есть в данном случае все-таки вы же уже опытные депутаты, да, должны понимать, что действительно, то есть данное собрание, оно имеет определенный формат и определенный регламент. То есть, ну, здесь я хочу подчеркнуть, как бы сначала общий фон, а потом уже подчеркнуть и вашу правоту в том числе, это будет второй пункт. Вот смотрите, общий фон такой, что все те вопросы, которые вы задали сейчас, по большому счету, вы как депутаты, вы можете задавать более точечно, да, более в таком целевом формате, таргетированном формате, там, тем государственным служащим, которые отвечают за то или иное направление. То есть, что называется, в рабочем порядке, чтобы здесь не устраивать, скажем так, такую дискуссию, потому что у нас, у вас впереди там более высокие вопросы, которые вы должны именно рассмотреть и принять по ним решение. Правильно? Мы же прежде всего для этого здесь собрались. Вот. То, что касается именно сути ваших вопросов и озвученных ответов. Ну, здесь действительно очень сильное расхождение. Это мы все понимаем. Здесь же все взрослые, образованные, грамотные, тонкие люди. Мы понимаем, что на многие вопросы мы не услышали действительно ответ. Возможно, что вы и не услышите. Здесь, при всем уважении и к Ачилу Санжевичу как личности, как профессионалу, понятно, что объективно он на многие вопросы и не знает этих ответов. И поэтому задавать их нужно не ему. Просто здесь надо определиться. Либо вы хотите сейчас устроить здесь балаган, и если вы действительно хотите получить ответы, то задайте им тем, кому надо, и мы ответим на эти вопросы. Вопросы по существу. Сейчас человек, скажем так, защитил исполнение бюджета 2019 года. То, что вы говорите о том, что были общие планы, что здесь причастны в том числе и депутаты и прочее. Этого никто не отрицает. То, что реализовывалось в 2019 году, и даже еще в этом, действительно было запланировано в 2018. Но я думаю, что вы оба, как никто, знаете, что тут большой принципиальный вопрос, как это все реализовывается. Как это было запланировано. И я вам хочу сказать, что большинство проектов, которые были запланированы, они были запланированы через одно место. И чтобы это в итоге реализовать, всем нам пришлось попотеть. Чем известно Калмыкия, я думаю, что вы тоже прекрасно знаете. Огромным количеством незавершенных проектов. Именно по этой причине. Поэтому еще придется спрашивать, кто занимался планированием. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть. Такого рода вопросы давайте в рабочем порядке будем обсуждать. Мы готовы. Здесь и председатель правительства, здесь представители администрации и так далее. Есть повестка, строго по повестке. Хорошо? Спасибо. Или вы хотели просто тем самым попытаться дискредитировать Ачиро Санжевича? Или как? Нет, я вопросы задаю как раз таки по исполнению бюджета 2019 года. Все те вопросы, которые я задал, это касается только исключительно 2019 года. Прошу, Амбриевич, он так же ответит. Но это вы так воспринимаете. Он ответил, что он профинансировал то, что профинансировал. А остальные вопросы, если есть, действительно, давайте глубже идти. И не сердиться тут ни на кого. Надо, так сказать, в рамках закона работать. Желающий задать вопросы, Богом Борисович, пожалуйста, вам. То нам некогда задавать другим вопросы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok